Мне нравится этот костюм. Неплохо. Привет. А, я знаю. Дайте я угадаю. Вы принц Кабуки Лэнд. Нет. Меня... Меня зовут Джорджиш Джунглей. Я как раз это и хотел сказать. О, это интересно. Я люблю такое, мне такое нравится. Да, наконец, что-то интересное. Мистер Джордж, скажите, пожалуйста, вы всегда жили в джунглях? Вы чё там, Маугли начитались? Не-не-не, я жил на окраине, в кустах. Жили в кустах? Да. А, теперь я поняла, почему вы так одеты странно, но это мило. Скажите, а что вы нам сегодня приготовили? Э-э-э, я... У меня есть особый талант. Я... Разговариваю с животными, и они понимают меня. Вау. Да, и даже львы. Вау. Да, если у ваших друзей есть лев, и лев на него злой, и он не знает, что с ним делать, вы мне скажите. Я его успокою. Ну, наконец-то, хоть что-то интересное. Нам этого так давно не хватало. Да, согласен, именно этого нам здесь так сильно... Даже крокодил. Крокодилы, я знаю язык крокодилов. Я знаю очень много... Может, ты язык дельфинов знаете? Дельфины? Да. Да, дельфины это мои кореша. Мы вот такие, типа, как 5 и 6. Ой, здорово. Она очень любит дельфинов. Да, я люблю дельфинов. Даже орлы я могу вызвать орла. Хотите орла сюда вызвать? Сейчас вызову орла сюда. Не-не-не, пожалуйста, не надо, пожалуйста, не надо. Не-не-не, не надо. Ой, не, орла, не надо, спасибо, не-не-не, спасибо. Да, да я вам отвечаю, даже страусы. Я очень люблю. Ну, сзади страуса пристраиваешься, и такой плюк-плюк. Да. Могу я задать вам вопрос? Ну. С чего это всё началось у вас? А, ну потому что я всё время жил в деревне, а там было много диких животных помимо меня. И как-то ночью я пошёл сделать кое-что. И вот когда я присел, тигр, сука, атаковал меня. Вау. И я хер знает, откуда он появился, я просто вижу, что это тигр, и я его такой хуяк. Хуяк, хуяк. И он застал. Я ему говорю просто хуяк. Ну, это просто на их языке. Вот так мы, вот так мы начали разговаривать с тех пор. Ну и всё, с тех пор всё львиное царство, все джунгли, это мои кореша, мы можем перетереть в любой момент. Они всегда за меня впишут. Когда вас тигр атаковал? О, это интересно. Джордж, мне очень нравится, что ваш разум открылся. Я, 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 я бился с гиеной на днях. Да. Слушайте, ну мне кажется, мы забыли главную причину, по которой мы собрались здесь. Покажите нам, пожалуйста, что вы хотите... Да, мистер Джордж. Тащите сюда любой животный, буду говорить с ним. У меня там есть двоюродные братья, сёстры, они дикие звери, просто я их могу успокоить. Это здорово, конечно, но, к сожалению, у нас нет никаких животных, может вы взяли с собой? Да. Одно, да, одно есть. Окей, хорошо, но, смотрите, я просто не хочу, чтобы вы вызывали сюда орла. О, да. У нас там на улице есть собака-секьюрити. Давайте просто перевернём наш сценарий и вызовем сюда собаку-секьюрити. Это очень здорово. Окей, хорошо, у меня есть просьба к нашим продюсерам. Пожалуйста, позовите сюда собаку-секьюрити. Да, приведите нам, пожалуйста, сюда собаку-секьюрити. Вау. О, вау. Эээ, слышь, слышь, ты, братан, отойди немножечко подальше. У вас всё в порядке, Джордж? Слушай, чувак, отойди немножко. Джордж? Отойди немножко. Джордж? Джордж? Да нет, я не... я... я... я не боюсь, понятно вам? Ну, тогда поговорите с собакой, скажите ей, пусть она там сядет, станет. Слышь, братан, просто отойди подальше. Джордж, а что происходит? Почему собака такая беспокойная? Да подождите, это не так всё быстро, я ещё налаживаю весь этот процесс. Короче, всё это называется прелюдия. Прелюдия, окей, хорошо, что-то какое. Хуяк! Сидеть! Погоди! Ээ, скажите ему, пусть уберёт её, это неправильная собака. Чё? Не-не, подождите. Не-не-не, это абсолютно нормальная собака. Этой собаке всего шесть месяцев. Вот именно, этой собаке всего шесть месяцев. Просто, просто, просто отойди. Отойди от меня, а не подходи. Да дайте мне сказать вам что-то! Стойте, да сами посмотрите, она же ненормальная. Я не знаю. Зачем вы говорите с нами? Идите говорите с собакой на странице. Вы умеете говорить с животными, идите говорите с собакой. Успокойтесь. Я не собираюсь успокаиваться. Понимаете, это другой вид собаки. Короче, я вам объясню. Я не думаю, что эта собака больше льва. Ну? И это необычная собака. Но вы же сказали, что даже с львами разговаривали. Вы говорили, что вас тигр атаковал. Вот эта собака может убить меня. Вот эта? Так и тигр мог вас убить. Но это очень опасная собака. То есть тигр, по-вашему, не опасен? Да я же думал, это будет щеночек. Я общался с такими, я работал в ветеринарной клинике, я знаю все эти ветеринарные штуки. Хотите, прямо сейчас усыпим вашу собаку? Вообще не вопрос. Джордж, признайте, что вы не мальчик из джунглей. Не, я, я могу. Я сделаю. Хорошо, в конце концов, дайте ей какую-нибудь команду, что ли. Просто какую-нибудь команду, докажите, что вы разговариваете. Так вы просто привили глухонемую собаку, я уверен, что она даже не слышит ничего. Послушайте, эта собака нашего охранника, не оскорбляйте его. Эта собака все слышит. Трой, стоять! Трой, стоять! Видите? Он слушается. Да, я понял, он слышит. Мы же говорим. Просто давайте... Вы говорите, что у вас есть особый дар общения с животными. Продемонстрируйте нам. Братан, ты главное, держи ее. Держи ее аккуратно. Не, я в порядке, все нормально. Нормально. Джордж. А, слушайте, в конце концов. Слушайте, дайте-ка я вам расскажу кое-что. Дайте объясню вам. Джордж, если эта собака сейчас уйдет, то в таком случае вы упустите свой шанс доказать нам, что вы умеете. Вы же хотите, чтобы я поговорил с кем-то, и разве это не должен быть кто-то, кто успокоится и будет слушать меня? А эта неуравновешенная собака не дает мне самовыразиться. А мне кажется, что вы уже по ушам нам ездите. Вы придащили эту собаку, сами даете ей команду, и хотите от меня что-то. Что? Что я должен сделать? То есть, Тигр сидел и внимательно вас слушал, прежде чем вас атаковать. Джордж, вы молодой. Да все, я понял, что вы от меня хотите. Вы меня хотите опозорить, чтобы я вам сказал, что я не умею разговаривать. Окей? На, все, вот, хорошо. Я не умею разговаривать. Ну, а как вы хотите, чтобы вы вас судили? Мы вас должны судить, Джордж, а как? Как нам это сделать? Объясните. Джордж, смотрите, если бы нужно было говорить с животными, вы были бы здесь абсолютно бесполезны. Да вы даже с собакой поговорить не можете. Даже ваш костюм, который вы одели, очень сильно раздражает. А что было бы, если бы тут был реальный Тигр? Давайте, вызывайте вашего орла сюда. Прямо сейчас, давайте. Да, давайте. Давайте, вызывайте вашего орла прямо сюда, давайте. Просто, когда я последний раз вызывал, прилетела бабочка. Джордж, хватит. Как ваше настоящее имя? Джоди Бога. Что? Джордж и похуй? Э, отойди. Уберите отсюда собаку! Джордж, не бегите, Джордж, не бегите! Джордж, не бегите, Джордж, не бегите! Да она просто хочет с вами поиграть, не надо бежать. Она просто играет с вами, не бегите. И пусть весь мир нас подождет, Мы просто сядем, звезд встаем, И улетим другим неведомым миром. И пусть никто нас не найдет, И не нарушит наш полет, И не тревожит нас с тобой по пустякам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова